В Сочи снесут еще 125 незаконных объектов, а в Амеретинской долине уже демонтировали самовольную многоэтажку. В Сочи стартовала прививочная кампания против гриппа. Первыми уколы сделали медработники. И красиво, и профилактика ДТП. Дорожные знаки у школы освободили от зелени, а зебру сделали желтой. Открыл машину, узнал свой порядковый номер. Конкурсанты новой волны сегодня провели жеребьевку. Треть годового бюджета региона направляется на развитие образования. Такой подход останется и дальше. Об этом говорил губернатор на Краевом педагогическом совете, который прошел в Краснодаре. С директорами школы и учителями Вениамин Кондратьев обсудил болевые точки системы образования. А перед этим торжественно вручил новые автобусы, которые уже сегодня приедут в районные школы. С подробностями наши краснодарские коллеги. Это сегодня новые автобусы, как на выставке. Из крейса еще даже не сняли пленку. Но уже через три дня они выполнят важную миссию. Доставят сотни ребят на главный в учебном году праздник. В преддверии Дня знаний свою оценку им дают директора школы водители. Современные мягкие кресла, отдельное место для портфелей и новая система ремней безопасности. Почти как в гоночных автомобилях. Фиксируется все тело, а не только пояс. Для сельских школ такие автобусы вовсе не роскошь, а жизненная необходимость. У меня в школе обучается 1200 человек. Из них 380 на подвозе с 7 хутором. И в автопарке школы 3 автобуса. Поэтому этот автобус, он нам действительно нужен. 70 новых автобусов разъедутся во все районы Кубани. С таким подарком перед началом года педагогов и их учеников поздравил губернатор. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно. Чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные. Это конечно и дорога в школу. Какова она будет дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной. Дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. Насколько удобно ученикам будет добираться на занятия в Неймин Кондратьев проверил лично и проехал в одном из автобусов. По пути заодно поговорили с учителями о системе образования в регионе. Но основные проблемы затронули уже на Краевом педсовете. В числе первых задач для власти сегодня поднять зарплаты школьных педагогов, заявляет глава региона. Да, сложно. Но тогда нет смысла говорить о том, чтобы вы повышали свой уровень образования, чтобы вы жили своими учениками, их проблемами в том числе, если у вас собственные проблемы нерешенные. К коллегам своим обращаюсь, давайте подумаем о бытовых преференциях для учителей. Должны быть какие-то льготы, которые позволяют им ощущать, что они стоят на социальной площадке, которая позволяет им нести гордое имя учитель. Они учителя. И на них смотрят дети. Собраться в преддверии учебного года для обсуждения самых острых вопросов на Кубани уже стала традицией. Но в этом году педсовет проходит в новом формате. В зале около тысячи директоров школ, учителей и представителей родительского комитета. Еще около четырех тысяч смотрят трансляцию на местах в своих муниципалитетах. В роли модератора вице-губернатор Анны Менькова. Разговор не о достижениях и успехах в образовании края. Сегодня говорят больше о проблемах и их решениях. Нельзя нам доводить систему образования до того состояния, чтобы ее нужно было жалеть. Ее нужно поддерживать. Она должна работать. Мы на нее обязаны опираться, потому что эта система готовит будущее. И чтобы в будущем не пришлось жалеть, как можно скорее нужно решить вопрос с дефицитом школ, уверен Вениамин Кондратьев. Количество учеников с каждым годом растет. И только по самым скромным подсчетам уже через 10 лет понадобится более 200 тысяч новых мест. А значит строить полноценные школы уже нужно сегодня, настаивает губернатор. Сегодня проблема пойти учиться в школу в пешей доступности от жилого дома. Мы сегодня идем по пути типовых школ. И вот этих хотелки, какую хочу, такую наверчу, не пойдет. Одна за располнение миллиарда школ, а другая за 500 миллионов. У нас есть сегодня и прошли согласование уже в Минструе и России три типовых школы. На 400 мест, 500 и 1100. И вот всякие отговорки, что она не привязывается к участку, вновь приниматься не будет. Поэтому давайте не будем играть в новые какие-то проекты. Коллеги, вот прошу, не предлагайте. Не надо. Для меня все дети равны, что в краевом центре, что в отдаленной станице или хуторе. Все. Давайте всем нашим кубанским детям дадим равные условия заниматься в современных, хороших, качественных школах. Вместе с тем нужно решать вопрос, кто в построенных школах будет учить детей. Педагоги должны быть современниками своих учеников. В эпоху гаджетов и интернетов доски и мео уже недостаточно. В этом году край впервые получит из федерального бюджета более 400 миллионов рублей на инновации в сфере образования. А значит, особое внимание нужно уделить повышению квалификации учителей. Наши образовательные организации получили новейшее учебное оборудование. Делалась ставка на то, что это сформирует нового педагога, даст ему инструмент для повышения интереса детей к обучению. Овладев таким оборудованием, наш педагог становился бы своим для учеников 21 века. Оказалось, что важнее хотеть, чем уметь пользоваться этим оборудованием. Проверка образовательных организаций надзорными органами выявила, что часть оборудования не включена в образовательный процесс на деле не работает на качество образования. Школа – это не просто уроки математики и русского языка. О работе учителя нельзя судить лишь по высоким баллам на ЕГЭ. Куда важнее, считает губернатор, воспитать думающего школьника, который после будет востребованным специалистом. Ведь личности формируются еще в стенах школ, лицеев и гимназий. Здесь ученикам дают жизненные ориентиры, а учителя служат нравственным компасом. Но эта работа должна вестись с каждым ребенком, и не только во время уроков. За академическим баллом давайте не потеряем троечников или хулиганов. Это активные волевые ребята и девчонки. Давайте их не будем от гаража. Давайте их не будем загонять на последние парты или ставить в угол. Дать им возможность развиваться там, где они способны. Заниматься спортом, переведите их активность в другую плоскость. Школа должна быть центром жизни микрорайона, населенного пункта, поселка, райончика, где она находится. Там можно развить спортивные секции различные. В зале делать единоборства, игровые мероприятия проводить. Нам же главное, чтобы детей с улицы убрать. Это основная задача. Школы не должны быть закрыты во внеурочное время. Этот педсовет можно сравнить с хорошим уроком. Отличившихся в подготовке к новому учебному году наградили почетными грамотами. Не обошлось и без домашнего задания. Министерство образования и Министерство финансов Вениамин Кондратьев к следующему педсовету поручил разработать программу поддержки молодых учителей. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. В Сочи еще 125 незаконных объектов готовятся к сносу. Речь идет о тех зданиях и сооружениях, по которым уже вынесены судебные решения. Большая их часть находится в Адлерском районе Сочи. Так, например, в Амеретинской низменности уже почти завершен снос шестиэтажного жилого дома. Там сегодня побывала наша съемочная группа. Эти кадры были сняты в конце июня. Тогда шестиэтажку на улице 65 лет победы в Амеретинке только начали сносить. К тому времени здание уже было достроено на 90%. Даже окна уже стояли на месте. Но приступить к отделке застройщик не успел. После вынесенного судом решения о сносе дом начал буквально таять на глазах. Ну а так здание выглядит сегодня. От шестиэтажки остались только куски бетона и груда металла. Дом сносили два месяца. Многоэтажку разбирали буквально по кусочкам. Сначала вручную, уже потом с применением тяжелой техники. Ведь здание было построено почти вплотную к заборам соседей. В первую очередь сложность у нас заключается в жителях. То, что мы мешаем жителям своим шумом, пылью. Хоть и старались, подходили к делу профессионально. Смачивали бетон и прочее, чтобы не было пыли как можно было меньше. Покрышки мы использовали с этажность на этажность, когда переходили, чтобы плита, когда делали разрушение плиты, они падали на покрышки. Чтобы не было дальнейшего разрушения. То есть друг за дружкой по цепочке не сыпалось все. Застройщик при строительстве нарушил все мыслимые и немыслимые законы. И это при том, что здание находится недалеко от Олимпийского парка, в зоне, где, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. Здесь должен был быть построен трехэтажный дом, а был построен шестиэтажный дом. Также не соблюдались коэффициенты использования территории. То есть дом был построен практически без отступа от границ земельного участка. Разбирают дом за деньги подрядчика, который потом взыщет через суд потраченные средства с нерадивого застройщика. Закончить же снос и вывести мусор обещают до конца недели. А вот хозяин соседнего участка сносить дом, который здесь тоже появился не по закону, начал, не дожидаясь судебных решений. Но таких случаев в Сочи не так много. В городе остается еще 16 объектов, которые продолжают строить, несмотря ни на что. Какую работу ведут с такими злостными застройщиками-нарушителями на встрече с первым заместителем главы Сочи Мухдином Чермитом, рассказал начальник управления муниципального земельного контроля. Всеми доступными методами мы останавливаем. То есть вы устанавливаете там дежурство, устанавливаете фактически круглосуточные посты, как я вам поручал, так задача будет. И пресекаем с помощью службы федеральной миграционной службы, с помощью полиции. Мы пресекаем фактически незаконное строительство. Так ситуация выглядит. Эта работа налажена, система практически выстроена. После проведения проверки на объекте в течение двух-трех дней составляется иск и направляется в суд. На сегодняшний день по результатам проверок находятся 188 исков, было направлено в суды, по которым практически 90% уже принято решение о сносе. К слову, еще год назад таких незаконных объектов было более 500. Большинство из них уже снесены. Благодаря усиленной работе местных властей и действию поправок 222 статьи Гражданского кодекса, которые с 1 сентября прошлого года уже не позволяют легализовать самоволки через суд. Эта важная работа будет обязательно продолжена. До тех пор, пока не будет снесен последний незаконный дом или другой несанкционированный объект. Сочинские медработники привились от гриппа. В России началась массовая прививочная кампания. В Краснодарском крае за один день бесплатную вакцину от гриппа получили более 50 тысяч человек. Это пенсионеры, учителя и медицинские работники. Расскажет Инга Габешия. Первую отечественную вакцину сегодня в Сочи приняла начальник управления здравоохранения города. Марина Вартазарян подчеркивает, вакцина-профилактика – лучшее средство защиты. Именно вакцинация делает организм менее восприимчивым к вирусу. Я бы, конечно, хотела заметить, почему именно в сентябре мы начинаем эту прививочную кампанию, потому что иммунитет вырабатывается в течение некоторого количества времени. И для того, чтобы зимой уже иметь высокий уровень иммунного ответа на возможные вирусы, которые, в принципе, поймать человек может в любом абсолютно месте – в магазине, в очереди, в лифте. Не так давно в вакцинации принимало участие всего 36% сочинцев. Но с каждым годом цифра привитых увеличивается. Таким образом, в этом сезоне в местных поликлиниках планируют привить более 200 тысяч человек. Несмотря на все ажитированные такие моменты вокруг прошлогодней ситуации со свиным гриппом, в принципе, вся ситуация, эпид-ситуация в городе у нас была управляемая, контролируемая. И я надеюсь, что в этом году у нас будет она еще более управляемая. Сочинские медики, как и положено, прививаются перед каждым эпид-сезоном. Ведь именно с такой периодичностью и мутирует вирус гриппа. Прививаемся ежегодно. Осложнений нет. Собственным примером показываем пациентам, что это необходимо, безопасно. Рекомендуется и детям, и подросткам, и взрослым. Беременным можно прививаться. Старт дан. Прививка от гриппа доступна во всех поликлиниках города. Инга Габешия, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. А вот первая вакцинация котят переднеазиатского леопарда, рожденных в июне в Сочи, состоится 2 сентября. Во время процедуры будет определен пол животных. Кстати, имена котятам россияне сейчас активно выбирают в рамках конкурса «Россия называет». Вакцинация – процедура безболезненная, но очень важная. Ведь новорожденные котята впервые увидят человека. Процедура вакцинации займет 20-30 минут. За это время каждый котенок будет осмотрен ветеринаром, взвешен и привит от инфекционных заболеваний. Сейчас в центре ведется круглосуточное наблюдение за состоянием котят. Изучаются особенности их характера. Это важно для разработки индивидуальных программ подготовки леопардов к выпуску в природу. Присвоенные котятам в результате конкурса клички под идентификационными номерами будут внесены в Международную племенную книгу в Лиссабоне. По сложившейся традиции, рожденным в центре котятам присваивали клички по названию гор, ущелья на Кавказе, знаменательных событий или замечательных людей. Но этих котят назовут по-особому. Имена для них выберут жители нашей страны на сайте «Россия называет». Открыл машину, узнал свой порядковый номер. Конкурсанты «Новой волны» сегодня провели жеребьевку 2-го и 3-го конкурсного дня. Среди участников есть и наша землячка. Жеребьевка 1-го конкурсного дня традиционно проходит на торжественной церемонии открытия. На сцене порядковые номера на второй день участникам помогли выбрать дельфины в дельфинарии «Лао». Жеребьевка 3-го дня прошла напротив торгового центра «Гранд Марина». Порядковые номера находились в багажниках автомобилей. Каждый из конкурсантов выбирал ключ от машины, с помощью него открывал багажник и узнавал свою очередь на выступление. Представительница России, певица Ясения, выступит под номером 14 в родном Сочи, за нее будут болеть родители. Когда она была еще школьницей, ходила в 8-ю гимназию и все знали ее как Нану Арахамия. В конкурсе «Надежды Европы» ее называли одним из главных открытий. Сегодня Нана, она же Ясения, участница проекта «Главная сцена» и исполнительница популярных песен. Я жду, конечно, эмоции, я жду, ну понятно, хочется победить, но мне очень хотелось, чтобы меня запомнили, чтобы конкурс не прошел даром. В нынешней конкурсной борьбе примет участие 16 финалистов из 12 стран. Напомню, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет с 3 по 9 сентября. В этом году он празднует 15-летний юбилей. Сочи же примет новую волну во второй раз. И к другим новостям. Территориальным органам самоуправления Сочи исполнилось 25 лет, в честь знаменательной даты городские власти организовали праздник. Он состоялся накануне в микрорайоне Мацеста. О ямах и канавах на улице Мацестинской пешеходы и водители теперь забудут надолго. Там восстанавливают дорожное полотно. Затем, чтобы все работы были выполнены качественно, пристально следит член ТОС Мацеста Нелли Спиридонова. Ребята, я вам говорила насчет, где вы начали работать. Там одна такая дыра хорошая есть. Ночью. А что вы сразу не сделали? Собственно, ямочный ремонт дороги – заслуга членов ТОСа Мацеста. Именно они донесли до властей на болевшую проблему жителей микрорайона. На их счету и детская площадка возле поликлиники номер 5. Если мы не будем делать, то кто будет делать? Молодежи пока некогда. Они все работают. Взять Пахомова, он не может в каждый уголок вникнуть и что-то вот пришел, ага, плохо вот здесь вот, надо вот сделать. Так мы же ему подсказываем и в письменном виде, и в устном виде. Подсказывают властям и сами берутся за дело. Так четвертый подъезд дома номер 7 по той же Мацестинской, в котором живет Надежда Ивановна, признан лучшим в городе. Сам же ТОС Мацеста в 2014 году стал лидером в крае. Роль местного самоуправления, особенно роль территориального самоуправления, она очень велика. Те достижения, которые мы достигли сегодня на красивых чистых улицах, в красивых дворах, это, конечно, исключительно работа наших ТОСовцев. Конечно, сегодня большое внимание уделяем охране общественного порядка. И тоже наш город самый безопасный. И тоже в этом заслуга наших ТОСовцев. Сегодня на курорте 65 территориальных органов самоуправления. Их руководителей и сотрудников Анатолий Пахомов назвал своими соратниками и настоящими патриотами города. Нет такой ответственной работы, с которой бы ТОСовцы не справились. Взять хотя бы подготовку и проведение зимних Олимпийских игр. Без поддержки народа, без поддержки органов самоуправления, никакая государственная деятельность невозможна в России. Снизу доверху, вплоть до президента Российской Федерации. За вклад в развитие Сочи, почести и награды. Все-таки ТОСовцы на благо жителей и гостей курорта трудятся 25 лет. Самым отличившимся в честь праздника вручили медали и благодарственные письма от президента России, мэра и городского собрания. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Разметка на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений восстановлена. Об этом первому заместителю главы города Мугдину Чермиту отчитался директор управления автомобильных дорог Александр Сидоров. В преддверии нового учебного года акцент на безопасности дорожного движения. В канун начала учебного года городские службы проверили состояние разметки и дорожных знаков, расположенных рядом со школами и детскими садами. Всего в Сочи 168 образовательных учреждений. И яркая разметка на пешеходных переходах уже сегодня есть абсолютно везде. Внимание служб первый заместитель главы города обратил и на дорожные знаки. Много фактов, когда дорожные знаки закрыты зеленью. Вы анализировали, какую работу необходимо провести, чтобы они издалека просматривались хорошо? Проводим работы по обрезке деревьев, веток, которые мешают видимости дорожных знаков. Сейчас есть понимание, программа какая-то, когда, в какие сроки, в каких местах эту работу надо провести? Все эти места мы понимание имеем. И я говорю, до 1 числа все работы будут выполнены. Для контроля ситуации проводятся регулярные объезды. Перед началом нового учебного года безопасность движения на городских улицах, ведущих к школам и детсадам, проверят еще раз. Разметка на пешеходных переходах в Сочи бело-желтая. По мнению специалистов, это положительно влияет на безопасность пешеходов. Яркие полосы лучше просматриваются издалека, привлекают внимание водителей. Да и на имидж города новый цвет дороги повлиял позитивно. В этом году они не были заложены в смете, но, тем не менее, решение главы города было изыскать дополнительные средства. Они были выделены, и мы, ну, скажем так, серьезно украсили дорожную разметку. Я думаю, что при формировании бюджета на следующий год обязательно надо будет эти средства предусмотреть. Но это не просто, скажем, требование ГОСТа, наверное, да? Это и украшение города, украшение проезжей части. В конце концов, ну, скажем, город становится более ухоженным. Обсудили на встрече и планы подготовки к зиме. Так, с наступлением холодов на дорогах курорта появится новая уборочная техника. Это будут современные универсальные машины, способные очистить улицы и от мусора, и от снега. Предложение о закупке техники уже рассматривается Департаментом дорожного хозяйства города. Лето безопасности. В Сочи сегодня прошел финальный урок в рамках акции «Безопасная энергетика». Занятия в пришкольных лагерях и детских садах в течение летних каникул проводили сотрудники Кубани Нерго. Сегодня финальное занятие специалисты сочинских электросетей провели в Адлерском районе Сочи. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня сотрудников Кубани Нерго встречали в селе Высокое. В местном Доме культуры собрались ученики 66-й школы и их родители. Традиционный урок электробезопасности сегодня начали не совсем обычно – с театра кукол. Забавные персонажи – девочка Оля и попугай Кеша – говорили о серьезных вещах. Специалисты сочинских электросетей постоянно меняют форму работы с детьми. Такие важные уроки не должны быть скучными. Кстати, идея провести такой урок в селе Высокое принадлежит депутатам городского собрания Сочи. Пригласил энергетиков Арминак Тазлян. Мы сотрудничаем и очень хорошо нам помогает депутат Арминак Тазлян. А вот наши куклы, они позволяют ребятам более доходчиво объяснить, как нужно вести себя вблизи электроприборов. Как обращаться с бытовыми электроприборами и какие есть правила нахождения вблизи электросетевых объектов. Об этом и многом другом детям рассказали посредством наглядных материалов, коротких роликов и мультфильмов. Мне это все понравилось, потому что здесь все рассказывали, все подробно рассказывали. Этот урок, я думаю, очень хорошо подойдет для всех, даже для взрослых. Большой интерес вызвал Гоша – манекен для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Попробовать помочь пострадавшему от удара током собралась целая очередь. Когда делаешь массаж, тоже загорается ламп. Для школьников младшего возраста занятия проходят в игровой форме. Так дети проще запоминают, что только при умелом обращении электричество может стать другом и помощником. А при нарушении правил привести к тяжелейшим последствиям. Ведь по статистике, каждая вторая электротравма в электроустановках выше 1000 вольт смертельна. Мы считаем, это одно из самых главных направлений нашей деятельности. Это качественное сохранение жизни не только нашего персонала, но и людей, которые непосредственно могут быть связаны с электрическим током. Такие мероприятия у нас намечены в этом году и будут проводиться также в районных домах культуры. Не только даже с детьми, но и с их родителями. Всего за год уроки электробезопасности, которые проводили сотрудники Кубанинерго, посетило более 2000 школьников. Эта работа будет продолжена и в новом учебном году. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сегодня первокурсникам Кубанского юридического колледжа вручили студенческие билеты. По такому случаю там состоялся праздничный концерт. К трём сотням студентов Кубанского юридического колледжа прибавилось 150 будущих юристов, работников правоохранительных органов, бухгалтеров. Сегодня ребята знакомятся с аудиториями, в которых им и придется грызть гранит науки. Старшие товарищи новичков принимают в торжественной обстановке. Для вчерашних школьников здесь подготовили концерт. Следующий черед за нашими новыми первокурсниками, теперь их очередь изменить этот колледж и поднять его ещё выше, ещё на несколько ступень выше. Наш колледж почему становится с каждым годом знаменитым, потому что наши студенты вдохновляют других студентов, которые только приходят на первый курс. Попав в Кубанский юридический колледж, ты становишься реально настоящим деловым, а главное ответственным человеком. Среди первокурсников Кубанского юридического колледжа Александра Карлова, член российской сборной по баскетболу. Девушка планирует вести активную студенческую жизнь и наряду с командой КВН создать здесь спортивную команду. У меня было очень много вариантов, так как это всё-таки серьёзный шаг. И многие друзья, также знакомые, мне советовали поступить именно в этот курс, так как здесь преподаватели дают именно хорошие знания, с которыми потом можно будет дальше идти по жизни. Преподаватели отмечают, на сочинском рынке труда выпускники Кубанского юридического колледжа расходятся на ура. Политика колледжа – высокий уровень подготовки. Поэтому многие предприятия города привлекают студентов этого образовательного учреждения на работу ещё в процессе обучения, когда те проходят практику. Хотелось бы всех поздравить с первым сентября. Сегодня у нас торжественный день – это вручение студенческих билетов. С праздником, дорогие студенты! Сегодня ребятам вручили заветные студенческие билеты, с получением которых у ребят начинается новый важный этап взрослой жизни. К слову, Кубанский юридический колледж позаботился и о получении его выпускниками высшего образования. У колледжа заключён договор с университетом «Синергия». Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информации от наших партнёров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное бельё, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok